добрый день коллеги хочу ответить в таком экспресс режиме на вопросы которые всех беспокоят и они касаются политические коммуникации в нынешнем сезоне собственно если посмотреть на коммуникации то все слепо верят в диджитал мы видим борьбу бота в интернете борьбу накрученных лайков и так далее и так далее безусловно органическая интернет аудитория может дать охваты да и может дать убеждения ваших избирателей но когда вы четко понимаете свою целевую четко понимаете собственно уровень вовлеченности этих людей да именно желание подписать какую-то вашу инициативу либо же ну скажем так действительно быть за вас то есть прийти проголосовать а то что люди допустим могут смотреть популярных блогеров но потом не идти за них не голосовать ну это правда поэтому диджитал инструменты я думаю что будут отчасти самым большим разочарованием этого политического сезона потому что многие люди не действуют никакими инструментами кроме диджитала не имея основа же своей аудитории ну допустим давайте возьмем у меня примеру да то бишь если вы смотрите это видео да вы являетесь где-то человеком который интересуется моими темами и возможно некоторые из вас поддерживают мои проекты но если кандидат иванов только что зарегистрировался в фейсбуке и просто начал нагонять себе лайки из каких-то бирж конечно это не будет работать и в принципе ну аудитории у ивановой быть не может в этих соцсетях поэтому кандидату иванову в первую очередь нужно подумать что а люди посмотрят на мои предложения и по стратегии развития допустим одессы и потом они придут на мою страничку или на мой веб-сайт посмотреть поподробнее про эту программу или посмотреть мои эфиры либо же люди посмотрели мои эфиры поддержали мою идею о муниципальной скорой и пришли непосредственно в интернет почитать подробнее да и узнать что я за человек то есть снова же во всех политтехнологиях нет волшебной пилюли да то есть этот цикл коммуникации причем это не цикл коммуникации каких-то неправильных некорректных да это просто цикл коммуникации когда а увидел идею на билборде или увидел человека которому я симпатизирую в том числе подсознательно пошел нашел в интернете о нем какую-то информацию да допустим просто через google поиск нашел человека в социальных сетях посмотрел допустим его эфиры на телевидении да и уже ну соответственно допустим заинтересовался программой кандидата либо же либо же стал следить до его встал ну какой потенциальным симпатиком то есть еще не избирателем но симпатиком так это работает да знаете еще мне очень непонятно в этой избирательной кампании что многие кандидаты которые баллотируются в районный совет или там являются даже не первыми номерами в списке в городской совет снимают себе супер ролики со стедикам с дронами очень дорогой продукт и кто это потом смотрит ну непонятно вместо того чтобы допустим распространить информацию про свою биографию программу или конкретные точечные решения в своем районе избирателям которых беспокоят абсолютно понятные хозяйственные вещи даже период коронавируса в целом это агитация возможно и небольшие дворовые встречи и передачи информации и в конце концов снова же ну та же информация в формате плаката и скачайте мою информацию по qr-коду для молодежной аудитории это все будет работать сто процентов лучше и поверьте уважаемые кандидаты в городской совет там херсона или николаева что в целом ваш ролик будет снять на телефон формате обращения или будет супер снят самыми крутыми производителями телепродукта глобально это на ваш выбор в районный совет не повлияет если говорить о кандидатов на мэра сильных то безусловно этот фактор будет работать третье но я в который раз говорю людям ну возможно там больших штабах просто оптимизируются деньги об этом мы уже говорили до распилах больших штабах до денег доноров но тем не менее когда вы вешаете борды по городу или даже плакаты сейчас расклейка плакатов кстати тоже достаточно эффективно конечно же призываю это делать в разрешенных местах исключительно то наймите нормального дизайнера который сделает визуально понятный продукт об этом мы уже говорили в ролике о билбордах но основа же некоторые визуальные продукты допустим как продукты у смешка как продукт снова же как бы по брендбуку политических партий но который сделан ну откровенно плохим дизайнером или просто помощницей в офиса ну как можно сэкономить на этом деньги и потом слить десятки тысяч долларов на билборды на размещение снова жену достаточно некачественного визуального продукта который люди не воспринимают и который непосредственно снова жену показывает что у вас достаточно непрофессиональная команда это очень важно и меня большая просьба все-таки более внимательно относиться к своим визуальным продуктам кандидатов и самое болезненное это то что в том числе вот в киевсовету многих партий ключевых нет политической программы да то бишь от слова совсем нет политической программы по городу тебя безусловно городские агломерации логика развития города по проекты которые связаны с огромными местными бюджетами и позволяют непосредственно привлекать средства на региональные на городские программы на городские социальные программы это то что нужно сделать и кандидату в первую очередь нужна эта программа чтобы его коллективу понимать что делать да это грустно ну то бишь такого конечно никогда не было но ровно так же как никогда не было и активной избирательной кампании исключительно последние две недели после выборов посмотрите какая сейчас активизация исходя из того что ну есть гипотеза что вот эти две недели существенно существенно спасут также отдельно хочу обратить внимание на программу президента которая по сути является методом формирующего опроса да то есть опрос ради того чтобы повысить интерес к программам президента это отдельная история не знаю кто это президенту предлагает но технология в принципе борода то и не совсем сработает всем успехов и на связи